Всех приветствую на канале взломостойкие дверей и сейфов компании Monolith. Сегодня у нас будет очень интересное видео. Оно очень многим будет интересно и полезно. Сегодня речь пойдет о уровне некачественности двери. Важное это видео будет тем и полезное. То, что если вы найдете такие минусы в своей двери, то ни в коем случае эта дверь не стоит вкладывания в нее денег абсолютно никаких. Никаких дополнительных замков, до укреплений, смены уплотнителей, какие-то электрозадвижки. То есть вот это все это будет абсолютно деньги на ветер, как говорится. То есть эта дверь никогда, но мало того, что она никогда не будет нести защитные функции, а защитные функции это не только защита от вскрытия, отмычками, от взлома, а это защита от запахов, звуков, сквозняков. То есть от всего этого эта дверь никогда в жизни вас не спасет. А главный ее минус, то что вы сделаете ремонт, оставите эту дверь и вы вернетесь к тому, что эта у вас дверь выйдет из строя в ближайшие, скажем так, ну в ближайший там максимум год она выйдет из строя и вы опять же вернетесь к вопросу замены двери, только это уже будет по готовому ремонту, скажем так, это уже будут положены полы и стены, то есть это все, то есть эти все пыльные работы, они будут абсолютно неуместны и это выйдет гораздо дороже, сложнее, то есть как морально, так и материально. Поэтому давайте посмотрим какие именно минусы стоит обратить внимание. Если это минусы они будут, то забудьте, то есть эта дверь никогда не будет выполнять свои функции. Поехали! Давайте начнем. В данном случае этот экземпляр он внутреннего открывания, но это не столь важно, то есть эта дверь может быть и открываться наружу и внутрь, это не принципиальная разница на тех именно моментах, на которых я буду акцентировать внимание. Смотрите, закрываем дверь, то есть закрываем дверь, первое, что как бы оно должно настораживать, что дверь абсолютно не имеет веса, то есть это абсолютно никакого веса у двери, то есть мы ее закрываем, то есть обращаем внимание, допустим, вот угол покажи, то есть как он уже, уже он весь ходит ходуном, то есть вот закрываем, то есть конструкция, то есть она уже себя проявляет, то есть берем полотно, то есть это один из самых вот именно легких способов проверить именно некачественность двери, то есть если вот такая ситуация, то сразу же дверь на помойку, я говорю сразу, вот берется за верхний угол, верхний угол, то есть вот я ее шатаю, вот отойдем подальше, то есть и смотрим, что происходит с полотном двери, то есть вот эта тряпка, ну это буквально в смысле тряпка, то есть вот какое может быть полотно двери, то есть вот, то есть это буквально в смысле тряпка, которая, то есть эта вся конструкция, она вся растянется как тряпка, обвиснет, то есть она уже, то есть еле закрываться, и не пользовались продолжаем дальше заходим сюда вовнутрь продолжаем дальше что что такое вот эта тряпка на что она влияет это не просто как бы она болтается это это ее как бы побочный эффект вот что вот что у нас получается вот мы берем угол двери то есть поближе уберем угол двери вот я уберу руками вот все то есть вот пройдись по верху замки как бы закрыты вверх поднимись вот так то есть все я руками, то есть этот угол, то есть я буквально в смысле могу сейчас, ну ниже опусти, то есть я могу сейчас вот так вот руками типа его оттянуть и залезть в квартиру. То есть это как бы, вот это на что влияет отряд. Вверху такая же самая ситуация. Эта дверь никогда не будет иметь ни герметичности, ни звукоизоляции, абсолютно. Хочу туда забей, хоть вложи туда базальтовую плиту, там и шумоизолятор, и все это, все это, все это. Врежь туда замков. Вот допустим, очень частая история, когда предусмотрен для врезки второй замок. То есть здесь вообще нет смысла ничего вкладывать. То есть дальше смотрим по фурнитуре и по всему остальному. Вот это все, это тоже подчеркивает качество изготовления двери. То есть все это как бы ходуном ходит. Вот этот узел на этом замке, на данном модели замка, вот этот гном замок, он тоже выйдет из строя. И что самое печальное, он выйдет из строя, он выскочит, то есть вы не сможете эту дверь открыть. То есть у данного замка, то есть нет функции закрытия задвижки, ключом. То есть у нормальных замков такое есть, в крайнем случае, если задвижка выходит из строя, еще можно ключом затянуть. В данном модели замка такого нет. Дальше смотрим петли. Петли. Здесь как бы все смазано, все хорошо, но вот это как бы толщ, назовем это в кавычках, это толщ. Вот этот тонюсенький штырь, вот эта вся хлипкость конструкции, она вся, то есть у вас попадет, вот вниз опусти, то есть у вас просто попадет тряпка, то есть ну рано или поздно какой-то кусочек мусора попадет сюда между рамой и полотном, то есть у вас вывернется петля, все, дверь уже начнет, то есть она ее перекосит, она уже даже закрываться может перестанет. Поэтому вот такие вот двери, это самые настоящие точки как бы отказа, которые не стоят абсолютно никаких вложений в них, поэтому пересмотрите это видео, посмотрите, что в вашей двери может быть и делайте вывод, стоит ли вам вкладывать средства, то есть вот в такой вот как бы дверь, которая никогда не станет нормальной дверью. Поэтому все, спасибо за внимание, всего доброго, подписывайтесь на наш канал, до свидания.